друзья меня зовут алексей а вы на канале алекс дозор и я рад от всей души вас приветствую спасибо вам большое за поддержку за лайки подписки комментарии очень сильно и благодарен друзья сегодня мы будем говорить о крайней модели от арки это r6 бюджетная модель за 18 долларов брал ее в магазине аудио 100 ссылка на него будет в описании к этому ролику там же будет куча ссылок полезных я думаю обязательно заходите посмотрите это инстага где вот эти фотографии чудесные можно увидеть фейсбук пару чатиков телеги не мои на меня там можно найти есть аудио ателье там происходит продажа того что уже отработано о чем видео сняты и приобрел там что-то вы освобождаете вернее освобождаете мне руки освобождаете мне полки и даете возможность приобрести следующие образцы для обзоров для обзоров для видео впечатлений на моем канале за что я будут очень сильно искренне благодарю это такой благодарен это такой как бы еще один вид доната для канала спасибо большое вот эти вот людей очень благодарю это спонсоры канала тех кто помогают донатом и те кто присылают свои образцы для прослушивания для использования чтобы потом я мог поделиться с вами своими впечатлениями от этих образцов вот друзья сегодняшняя модель арти r6 ну я уже сказал что это крайняя модель арти бюджетная модель арти и вот что самое интересное у меня она как бы на канале не завершающая потому что я пропустил одну модель от арти но я обязательно на гоню это дело потому что вон стоит арти r1 вот обязательно в скором времени такой небольшой анонс тоже увидите видео про нее и интересный свисток от арти новый говорят слышал что для своей ценовой категории и форм-фактора очень даже неплох по звуку обо всем этом позже я еще все это не слушал все это стоит ждет а о том что я уже послушала о чем я могу говорить я вам буду рассказывать дальше арти р6 прошу любить и жаловать сейчас мы быстренько взглянем на оформление комплекта поставки на сам комплект поставки озвучу технические характеристики и побежим дальше будем разговаривать о звучании данной модели друзья как я уже подмечал в шерце что для бюджетного сегмента очень приятная подача во первых это сильно отличается от тех спичечных коробков от кз трн и аля их дочерок и сестринок которым мы уже привыкли а вот плюс это практично такой легкий намек на хотел сказать заказ но нет легкий намек на премиальность то есть обложка а супер обложка у нас здесь коробочек ах вот что хорошо этот коробочек очень друзья очень плотный его ну то есть в нем не пересылка ну можно не переживать за пересылку понятно что угробить можно все что угодно но это действительно очень плотный такой как шкатулка получается картон и для хранения тоже вполне удобная вещь так блинчик навернулся мы его назад поставим вполне удобная вещь но начать я хочу с технических характеристик друзья вот они у нас здесь на обратной стороне коробки есть и это позволяет быстрее с ними ознакомиться чем если бы где-то их нужно было бы по-быстрому найти и так импеданс у нас 16 он плюс-минус 15 процентов 112 децибел чувствительность и 20 герц 20000 герц частотная характеристика в принципе для бюджетной модели ничего ничего нового все все нормально вроде бы как и должно быть вот в таком пакетике здесь лежал кабель и сами наушники вот вот так выглядит кабель у меня с гарнитурным блоком потому что все равно кабель придется менять на более скажем так благостный который более благостное влияние будет оказывать на звук понятно что он будет стоить как минимум как эти наушники а может быть и дороже но все же факт остается фактом а с гарнитурным блоком нам всегда будет с чем использовать ну то есть будет повод использовать кабель который в комплекте кстати по кабелю мягенький тактильно приятный очень очень мягкий красивый все в нем замечательно и какое-то время там может быть первое можно спокойно его использовать если вы берете наушники телефону то и париться не надо этого кабеля будет с головой достичь какого-то влияния на звук используя телефон и там более дорогой кабель ну явно не выйдет потом поэтому то есть если используете с телефоном то с стоковый кабель вполне себе очень даже ничего будет и так с к самим наушникам дойдем два комплекта амбушюр белые вполне себе обычная белая амбушюр как и многие другие и серенькие серенькие мясистые плотные и вот эти вот серенькие больше по вкусу пришлись ну и мануалы всякие с карточками не будем целенадолго на них заострять внимание все по этому делу мы прошли по звуководам диаметр звуковода 4 и 5 миллиметров вот здесь в узком месте а с бортиком для удержания амбушюр мы получаем 5 и 3 амбушюры любые держатся очень хорошо вообще не съезжают очень прилично не сползают все с этим классно сейчас мы их еще взвесим я вам покажу давайте такие прозрачные фасплейты с пасиком вот из есть у нас компенсационное отверстие а вот здесь сбоку и под динамиком два компенсационных отверстия вот индекс модели разъемы qdc динамик стоит заметьте не вплотную не вплотную к звуководам как последнее время стараются ставить другие производители чуть на отдалении вот и о том как это звучит да ну все-таки и чуть позже очень симпатично друзья выглядит действительно симпатично выглядит эта моделька вот ну и качественно сделано тоже тоже вопросов к этому нету что нам остается сделать остается нам ее взвесить берем весы и взвешиваем почти 5 грамм 4,9 грамма без амбушюр с амбушюркой будут все 5 может быть даже больше до 5 и 15 сотых до 14 вот так друзья все а теперь давайте разговаривать о звуке друзья чтобы не тянуть кота за причинное место сразу хочется подметить что наушники у арки получились хорошие по звучанию по внешнему виду но тут уже как бы каждому своему вот об этом чуть-чуть кстати позже одну мысль такую интересную получил при прослушивании тестирования этих наушников а по звуку для своей цены для 18 долларов они и широкие и детальные и есть в них эмоции и в принципе они сбалансированы нельзя сказать что они там светлую или в темную сторону больше играть есть и баланс есть и низкие частоты единственно что может легенький прогиб на серединке но опять таки но это 18 долларов и этот лёгенький прогиб на серединке очень очень многим людям заходит очень людям люди любят веселые веселую подачу люди любят вешку она здесь есть вот знаете прежде чем начнем сейчас проходиться по инструментам потому как звучат разные инструменты на разных участках ачх а вот хочется поделиться той мыслью которую я все-таки вот получил при прослушивании этих наушников а ведь дизайн тоже играет роль наушников вот но я знаю многих людей которые в этом ценовом сегменте да понятно чуть более дорогом ценам семейки будут другие скажем так правило другие критерии действовать но вот конкретно в этом ценовом сегменте до 20 скажем так долларов люди могут покупать наушники просто листа им понравились на внешний вид некоторые может даже без просмотров обзоров или видео про эти наушники могут купить некоторые посмотрят какие-то видео и сделают выводы стоит их брать или нет но как бы вот дизайн может при ну то есть внимание а ваша схватить вот так вот и не заставить а посодействовать к тому что вам захочется купить эти наушники да я не спорю для кого-то может быть это вот как вверх того что человек готов потратить на наушники в силу разных причин людей хватает в жизни и своих проблем скажем так на финансовых просто чтобы там взять и выделить на наушники 100 долларов с людьми когда разговаривали для людей так осмотрит как там можно за 100 долларов купить проводные наушники ну то есть люди радиус слушают у меня на работе девушка и получает удовольствие от прослушивания радио хотя у нее лежат наушники она мне когда-то забиралась и сайт асад 2 довольно таки неплохие но за 7 долларов принципе очень приличные наушники и и некогда заморачиваться со скачиванием музыки там с на телефон даже то есть еще плюс у нас связь на работе ловит не очень надо чтобы у тебя именно физически была музыка то есть по скажем так по стримингу какому-нибудь или просто через инет сайта с какого-то очень сложно слушать потому что связь у нас не очень добивает вот так вот но ей не особо важно она и от радио шипящего которая меня просто я просто не могу мне обязательно надо закрыть уши потому что радио она не только потому что радио там и плохо играет этот динамик радио она просто еще три щит и шипит постоянно и она не всегда его подстраивает потому что нету времени стать от рабочего места и и начать как бы подстраивать а потом возвращаться работать вот и вполне на нормально служит там подпевает пританцовывать ну то есть понимаете о то есть многим людям как бы там вот там 20 18 долларов это вот с головой за наушники ну ладно я не об этом так вот если конкретно вам понравился дизайн арти r6 можно спокойно покупать спокойно пробовать их слушать очень как бы по звуку там все все нормально смотрите я начал слушать на стоковом кабеле на телефона нормально их можно слушать на стоковом кабеле с телефоном чтобы использовать там гарнитурку где-то кому-то ответить на ходу на работе ну кому как будет удобней все как бы слушается достаточно нормально вот но при переходе на более серьезные источники сами понимаете звука стала лучше шире детальнее расстановка между инструментами сразу лучше почувствовалась появилась легкая но и шелонирование гораздо лучше то что шире и детальней это вот сто процентов но еще и там вот ну кабель можно сменить мне очень понравилось этот кабель стоит как эти наушники ну как по мне он он того стоит чтобы или эти наушники того стоит чтобы к ним еще приобрести вот такой вот кабель от юнью если что видео про него есть в аудио аксессуарах плейлисте у меня на канале и вот эти вот наушники от файл тоже довольно таки неплохо наушники стоят ну как одна треть наушники бушу же как одна треть стоит этих наушников тоже достаточно скажем так неплохо хорошо удобно сила в уши приятный классный звук чуть хуже с родными серыми ничуть похуже и будет вот но опять таки если вам к телефону ну ведь и все условности вам не нужны можно использовать родной комплект поставки если хочется чего-то лучшего то ему за что-то лучше значит и платить надо чуть больше так вот что наушники могут могут они хорошо у них есть ощущение панча ощущение скорости на низких частотах нету никакой не ваты не болота не глины не мины ничего нету понимаете то есть они играют чистенько быстренько вот и довольно таки ритмично точно нормальная стерео стереополотно строят очень-очень даже ничего бас сам упругий где-то вот средний расходится в ширину есть у него насыщение наполнение да ну тут не будешь там сильно разногольствовать обертональном насыщение тут не поговоришь о теле инструмента тут не поговоришь там а более таких вот высоких материях там после звуча затуханиях слоистости ну мы говорим о 18 долларов но играют они чисто и быстро и если это важно для каких-то скоростных жанров а для меня важно чтобы на скоростных жанрах не мне жира много не надо мне главное чтобы скорость была чтобы чистота была вот это вот главное хотя здесь как бы и такой ну не то чтобы жир ну с весом инструментом все в порядке вот чувствуется вес инструментов и на нижнем и и на среднем диапазоне а чеха везде все это как бы слышно все присутствует мне мне вот чем первым они зацепили чем задели даже на родном кабеле из телефона это все равно слышно что у низких частот они довольно таки ну для этой ценовой категории чистый и у них есть скорость вот я не панчем ну опять таки язык не поворачивается назвать хотя почему бы и нет для вас если вот так вот сформулировать для 18 долларов у них неплохой патча даже очень даже хороший вот и мне понравилось что динамик отыгрывает точно быстро и не сухо насыщение у динамика есть вес есть такой бы первый слой если мы сейчас говорим об ударе в бочку первый слой звука такой насыщенный а потом чуть-чуть воздуха то есть чуть воздух уходит но все равно края очерчены точно образ рисует точный саббас присутствует той мере которой он должен присутствовать от себя они ничего не добавляют а и как бы не воруют там где это есть вы в электронике ну нормальный образ нормальные подчеркивание низких частот с амбасом присутствует а там где этого нету ну то есть треках где этого нет какой-нибудь может быть попсе где-то вот блюз где не сильный там сюда не сильными ударными партиями вот там ну то есть и я тебя они добавлять ничего не будут вполне все нормально главное что потом мид а по по малым барабаном удары все хорошо быстрые ритмичные ну по точности слышно что не в одну точку в барабане идут вот ну и понятно что какой-то вот сверх вообще до миллиметра нет услышно что вот в разные части барабана лупашек и слышно скажем так силы ощущения ощущение силы удара не так много как может быть у более дорогих наушников ну понимание того что все не плоско происходит ну тоже есть но опять таки там будет прямо вот тело насыщенная со всеми вот абертональными насыщениями наушники не передадут опять-таки это слишком было бы требовать такое от 18 долларовых наушников вот но то что они показывают по скоростным характеристикам а это проб на низких частотах это действительно зачет стопроцентный зачет он мид часть не выпирает чересчур сильно не обращает на себя чрезмерное внимание она есть она ровно на своем месте находится слышно слышно струны бас-гитары если там это соло бас-гитары слышно не могу там прям струнка струнки струна от струны слышно все слышно все нормально детальность есть с детальностью здесь все на на свои деньги просто как бы ну можно даже сказать замечательно давайте так не не буду сжимать зажиматься жадничать эпитетами вот все-таки в этом плане наушники достойны а с середины начинается такой интересный момент есть такой подзван на гитарах и он чуть шире чем это обычно происходит то есть чуть шире чуть больше чуть дольше он стоит в воздухе чуть дольше он стоит пространстве обычно сначала идет звук гитары там звук касания струны звук распространения звука от струны звук затухания и вот такой вот есть такой момент когда вот немножечко ты слышишь звоны гитары вот и тут он чуть дольше стоит пространстве чем надо и он такой яркий яркий подсвеченный что добавляет наушникам эмоциональности задора такой вот искры уже начиная с середины вот опять-таки детально все струна от струны а ну чересчур ну то есть внимание там к абертональному насыщению телу передачи тела инструмента не будет но звук идет он не стоит на месте у него есть затухание есть шлейф есть звон и все что нужно все присутствует вокал хорошо вокал отыгран если высокий вокал он поднят вверх доходит до вас как мне вот писал один человек в комментарии но он мне писал про вы че на нди x12 что вот прям вот доходит до тебя в че и вот оно уже должно было резонуть но она вовремя останавливается и не режет ну тут я по относительно вокала могу сказать то же самое а высокий вокал будь то женский будет там мужской но женский более чувствительно здесь раскрывается мужской тоже неплохо женский вот прям вот вот эти вот чувства спикера или спикер вокалистки передает если конечно вокалист к вложила чувства то что то что она спела и мужского кого ныне низкий я как-то вот у меня почему-то вот высокий сразу женский низкий я понимаю что равно это вот мои всплывающие ассоциации я понимаю что полно классного обалденного низкого женского вокала и высокого мужского но почему-то сразу такие ассоциации выскакивают вот низкий вокал хорошо ширину он не так близко будет находиться так высокий вокал к вам он будет расходиться нормально в ширину но не для того чтобы вот это вот уйти вот в эту хрипот су прямо вот ну вот это вот из горта не доставать всякие не совсем нужные а слои того звука который хотелось бы не слышать нет 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 нету то ширину он расходится хорошо и довольно приятно отыгрывается тоже есть и детали и эмоции и настроение может передучи ушки с эмоциями справляются вполне на отлично вот если бы они были каплю буквально капельку светлее его сразу можно было бы назвать светлыми но у них есть такое некое насыщение которое начинается с низких вот и кажется что вот тут вот насыщение а вот тут вот они такие светлые хороший баланс выдержан действительно хороший баланс вот и ну это к этой ценовой категории как-то ты еще даже не знаете вы еще какие лучше взять посветлей потемнейший такой там светлый темный звук как в этом вот можно взять эти наушники они будут на четко даже не посередине а четко на грани вот тут ты будешь чувствовать а грань светлой стороны звука а вот здесь ты будешь слушать звездные войны ранее темной стороны звука и эти две грани здесь они они понятны не то чтобы она прямо вот резала или проводила какие-то параллели нет но если надо ты их понимаю что их ощущаешь вот поэтому я как-то не могу сказать что они там или в ту или в ту сторону больше тянутся да и чуть большим насыщение они станут теплее музыкальный чуть чуть темнее да им чуть больше света буквально и все и они прямо вот станут светлыми и широкими даже и кабели хорошо к ним подбирать если на так вам вам притемнить захотелось вот всего чего-то такого насыщенного вашу подачу жирка добавить медный какой-нибудь кабелек который вот именно на на жирке специализируется после бывают медные которые тоже в светлую сторону водят например гиппозе db 5 крепко в светлую сон так как серебро играет хотя это медный кабель ну тут я имею ввиду классический медный кабель и типа оранж сир от на исти сетей black cat от тех же на исти сетей вот что-то вот такое вот подобное этому и то есть будет чуть жирнее подачи чуть чуть насыщеннее будет жили но мне вот с июнью очень понравилось потому что мне нужны детали мне нужна панорама мне нужна скорость точность и вот вот классно к этим наушникам этот кабель подошел я получу я действительно кайфовал получал удовольствие считая того что у меня там в очереди стоят и все откладываются наушники там подороже поинтереснее как бы меня тут ничего кроме одной вещи не смутило в этих наушниках сейчас мы до этой вещи дойдем хорошо отыгранные перкуссионные инструменты все четко точно есть небольшое округление самое малое такое то есть такое небольшое затухание чтобы закончить чтобы чуть воздуха почувствовать у щеточек 3 щеточек а вот я уже говорил что подзвон у гитарной струны звонки колокольчики звонки и все вообще вот зона вот то что звенит действительно звенит вот звонно дает много он как чуть-чуть подчеркнут вот этот вот звон его чуть больше чем нужно по идее но выглядит это услышится это кайфовенько необычно приятно особенно если вам это слух не режет повод будет прикольно а вот и доходим до вы чем до удара в тарелочку вот здесь друзья двоякие впечатления сам первый звук от удара в тарелочку он вот такой же вот яркий и чуть дольше стоящий воздухе как и у колокольчиков как и у струнных вот но но последующий звук который вроде как шлейфы затухания он более такой смазанный более металлический более зашелестел такой не зашелестел за и засыпался зашелестел одновременно то есть получается после удара удар в тарелочку как бы выдают два звука в этих наушниках первичный яркий и звонкий и вторичный такой уходящий вроде бы как бы есть и шлейфы затухания и то есть когда удары в тарелку идут аккуратные ну не аккуратные там единичный бах бах патр это вот так вот прикольно с ярчинкой смотрится но только начинается лупашево каких-нибудь металлических за жанрах в тарелке все там вот вот это вот после уже не так вот красиво вот такой вот как бы минусок который действительно знаете везде были плюсы 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 и один небольшой минусок на который хорошо проявит себя только на быстрых металлических жанрах где-то во всех других жанрах это будет вполне даже вот так как как изюминкой данной модели то что расслаивается звук удара в тарелочку на 2 чуть чуть разных звука вот вот такой вот режиме у меня по этим наушникам смотрите сегодня мы не будем сравнивать и выдавать им топ рейтинг а сделаем это в скором времени я буду рассказывать знакомить вас с наушниками отказе звезд вот и вот там выдадим место и арти r6 там я хорошо посравниваю и те наушники и эти наушники вот со всем окружающим и вы потому что они вроде бы как вот понимаете в чем их фишка они звезд таких вот прямо с неба не выхватили чтобы сказать что это всего ценового сегмента нет я не могу скачу это сейчас прям в первые места туда улетит там где эти самые трен конг там где хидис galaxy ms1 вот не там ну не будет этого происходить там от тэзи еще классная моделька туда они но вообще не затягиваются к тем моделям вот но те модели стоят чуть дороже их в распродажу можно купить вот там в районе а 18 до 19 долларов вот эта модель в распродажу наверное будет там стоить и чуть позже ну то есть по истечению продаж на будет стоить цветом 12 14 долларов вот в этом районе но я живу но в принципе она хорошая и вот как там распределить там надо сесть и очень четко повыслушивать все эти вещи и это я буду делать уже когда буду анализировать за в x надеюсь я не ошибся модель с отверстием отказе вот по моему так она называется а сейчас все взглянул на жену так называется она она в телефоне это я говорю ты мне помогай если чтоб видео подсказывая она сейчас она сейчас она кивает на этой лирической ночи ноте мы заканчивать не будем сейчас выпустим желтика что он скажет по этим наушникам а потом уже будет другая велическая нота на которой мы будем заканчивать ну друзья давайте по-быстрому посмотрим на мнение нашего пушистого эксперта он только заснул сидел ждал пока пока я его позову сниматься он у нас сидит а скажем так в отдельном ведерочке которая вот это офисная для бумаг чтобы выкидывать сидит ждет пока мы его вытянем поснимать но потому что в комнате спит ребенок и чтобы его не будить 150 раз за ним не ходить вот он в этом ведерочке у нас на подселении и представляете он вот это вот только заснул просился опа реакция есть просился просился на съемке только заснул и я его вытянул все все я понял моделька была заценена гляньте какой он вообще сонный присонный ну 7 утра у нас тем утра мы заканчиваем женой съемки по-другому к сожалению не получалось нужно было снимать сегодня и как много больше материала вот все спасибо вам огромнейшая за вашу поддержку честно вот так вот тут в 7 6 5 утра иногда мысль приходит зачем мне все это потом вспоминаю про вас и понимаю зачем если это спасибо всем кто досмотрел до этого места но огромнейшее спасибо от всей души и он самого доброго пока